Семен Львович Гендлин, советский мошенник-изобретатель, в 1960-е годы стал известен тем, что обманным путем устроился работать в престижный научно-исследовательский институт. Биография Семен Гендлин родился в 1939 году в Харькове, в 1941 году вместе с семьей он был эвакуирован в Ташкент. С 1944 года Гендлины вновь стали проживать в Харькове, Семен рано научился читать и считать, но в школе был отстающим учеником. По воспоминаниям людей, лично знавших его, Гендлин считал себя самым умным, был надменным и гордым и не мог смириться с тем, что он такой же, как и все. Вскоре он бежал из дома, украв у родителей деньги и поехал в Узбекскую ССР. В Ташкенте он назвался чужим именем, заявив, что его отец погиб на фронте, а мать умерла. Гендлина отправили в детский дом, где он стал лучшим учеником в классе. Через некоторое время он отправил письмо родителям, где сообщил о своем местонахождении. Вернувшись в Харьков, Семен Гендлин закончил школу рабочей молодежи. Одновременно с учебой работал слесарем на местном электромеханическом заводе, где стал увлекаться радиоделом. Срочную службу в рядах советской армии Гендлин проходил в должности кинорадиомеханика, мошенническая деятельность в СССР. После службы в армии Гендлин пришел в Харьковский институт медицинской радиологии, заявил в тамошнем отделе кадров, что заканчивает учебу на радиофизическом факультете МГУ и попросил об устройстве на работу. В отделе кадров ему поверили на слово и приняли на работу инженером-радистом временно, до предоставления справки об образовании. Гендлин подделал диплом о высшем техническом образовании. В последствии наследствия и суде он заявлял, что сделал это не ради денег, а во имя продвижения своих разработок в серьезную науку в кратчайшие сроки. Гендлин предоставил копию диплома, заверенную нотариально, и заявил руководству института, что поступил в аспирантуру, сдал экзамены на кандидатские минимумы, приступил к написанию диссертации. Через некоторое время он вновь подделал документы на звание кандидата технических наук, после чего ему вдвое была повышена заработная плата. Воодушевленный успехом, Гендлин заявил, что он приступил к написанию докторской диссертации. Когда кто-либо интересовался ей ее темой, Гендлин отвечал, что она засекречена. То же самое мошенник сказал и своим родителям, которые, зная, что их сын на самом деле не имеет высшего образования, были весьма удивлены. Гендлин развил бурную изобретательскую деятельность. Он пытался посылать заявки на изобретение в Государственный комитет по регистрации изобретения СССР, но комиссия отклоняла их. Гендлин заявлял знакомым, что в комитете состоят одни ретрограды, ничего не смыслящие в кибернетике. Через некоторое время, после очередной заявки на изобретение запоминающего устройства, в Харьков прилетела делегация экспертов. Но Гендлин предъявил им сваренный наглухо черный ящик с одним, ни к чему не подключенным разъемом. Он просил выдать ему патент на изобретение авансом, а через некоторое время он бы предоставил разработку в действии. Гендлину удалось заручиться поддержкой увиденных ученых Акселя Берга и Николая Амосова. Как впоследствии выяснилось, рекомендации они подписали ему в ресторане во время распития спиртных напитков. Они подписали их, не вникая в содержание, но их имена составили хорошую протекцию самому Гендлину. Его пригласили на работу в Ленинградский институт приборостроения на должность начальника лаборатории с тем, чтобы он создал давно обещанное запоминающее устройство на ферритовых стержнях. Чем конкретно Гендлин занимался, никто в институте точно не знал. Никто из вышестоящих руководителей не следил за его работой. Гендлин не писал никаких отчетов, не предоставлял схемы чертежей. Через несколько месяцев руководство все же поинтересовалось результатами деятельности ученого, но макет, собранный Гендлином, не работал. Последней каплей переполнившей чашу терпения руководства института стала демонстрация своего изобретения члену корреспонденту АНССР. Гендлин включил осциллограф напрямую в генератор, миновав макет. Появившийся на экране прибора световой всплеск он попытался выдать за импульс, подаваемый макетом устройство. Таким нехитрым образом Гендлин сумел ввести в заблуждение одного из лучших ученых-физиков СССР и продолжил работу в институте. Через некоторое время Гендлин уволился из института и поступил на работу в Институт электроизмерительных приборов. Гендлин решил попытаться поработать сразу в двух институтах. По советским законам такое было невозможно, но ему удалось ввести в заблуждение руководство обоих институтов. Помимо зарплаты Гендлин получал щедрые командировочные, разъезжал по научным симпозиумам и конференциям. Причем на конференцию в Тбилиси он отправлялся от двух институтов сразу. Выступления Гендлина на конференциях пользовались большим успехом, несмотря на то, что он практически не владел темой. По собственным признаниям мошенника он прочитал всего две книги в области физики, популярную физическую энциклопедию и физику твердых тел. Спустя несколько месяцев Гендлин попытался устроиться в третий институт, но на сей раз был изобличен. Скандал получился весьма громким. 16 марта 1965 года газета «Известия» за номером 62 опубликовала Фильеттон «Можно ли подделать голову?» Гендлин к тому времени понял, что вскоре он будет арестован за мошенничество. Бежал из Ленинграда и отправился на Украину. Статью в газете про себя прочитать он не успел. Вблизи венгерской границы в городе Мукачево он предложил свои услуги по ремонту медицинских приборов руководителю местного военного госпиталя. Читавший статью военной мгновенно понял, что перед ним тот самый Гендлин и вызвал милицию. Мошенник был арестован и топирован в Ленинград. Вскоре Петроградский районный суд Ленинграда приговорил Гендлина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество и хищение. 6500 рублей в качестве незаконно получаемой заработной платы. Специальная научная комиссия подтвердила, что темой своих исследований мошенник не владеет. В 1983 году Петроградский районный суд города Ленинграда вновь осудил Гендлина к 10 годам лишения свободы за мошенничество. Подлог и растрату. Дальнейшая судьба. В 1990 году освободившийся условно-досрочно Гендлин эмигрировал в Израиль, затем в Соединенные Штаты Америки. Там он стал известен под именем Шимон Жендлин. Будучи в США, в 1992-1998 годах получил 12 патентов на изобретение. Главным образом в области феромагнетических материалов и записывающих устройств на их основе, зарегистрированная им от компании Капанумерикс. Инк в 1994 году основал компанию Компьютехникс, занимающуюся выпуском таких устройств. В 2006 году был CEO еще одной аналогичной компанией Атом Чип Корпорейшн. Начиная с 2005 года, в интернете регулярно появляются сведения о том, что он продолжает работу над созданием нового запоминающего устройства. Он утверждает, что открыл эффект, который позволит создавать суперскоростные компьютеры. По некоторым данным он уже практически создал квантовый компьютер. По его собственным сообщениям он имеет ряд наград от международных научных обществ.